Итальянский капеллан Каласа Андреоли написал книгу «Ставрополь на Волге. Тольятти. Вас. Время и судьба». В этой книге он нам рассказывает про свои наблюдения, про Советский Союз, про простого советского человека, про природу русского пьянства, про КГБ, про то время, когда он провел в Советском Союзе. Кто такой капеллан, что он делал в Советском Союзе, про это мы поговорим чуть позже. А сейчас я вас приветствую, и мы будем рассказывать в этой серии про ВАЗ-2101, про самого производителя, про автоваз, и про социальное явление, которым является эта машина. То есть это будет нестандартный обзор про этот автомобиль, которого многие, может, и ждали. Мы поговорим о том, что для меня символизирует эта машина. И, может быть, это найдет отклик в лице вас. «Встретимся мы, встретимся мы, встретимся мы, встретимся мы, и умолкнет вокруг шум городов, кул голосов. Света в огромной галактике вдруг скрипнет судьбы колесо». Начнем мы, конечно же, с истории. С истории вот этого вот маленького, совершенно незначительного в экономическом плане города Ставрополь на Волге, который был основан в XVIII веке. То, каким мы видим его сегодня, и то, каким мы знаем его сегодня, этому предшествовала, на мой взгляд, такая как бы катастрофа, наверное, для жителей города, когда здесь решили построить Куйбышевскую ГЭС и полностью затопить ту часть, где находится город. Кстати, это непосредственно вот здесь мы находимся, в исторической части, которую вы уже не видите. После того, как город было решено перенести на 10 километров на восток, и началась новая страничка в истории этого города. Советский Союз разместил здесь огромное количество новых заводов отраслевых, в основном химические. Началась такой новый период совершенно, то есть из какого-то вот такого сельского городка он уже превратился в такой значимый промышленный центр. Следующий шаг, с которого вот в полной мере он поменялся, этот регион обрел совершенно иной окрас, это 64-й год, когда было принято решение о том, что Ставрополь на Волге будет переименован в Тольятти. Почему он был переименован в Тольятти? Потому что был такой известный коммунист итальянский Пальмира Тольятти, который умер в этом же году, в 64-м. И чтобы увековечить память об этом человеке, и было решено переименовать город. Кстати, Пальмира Тольятти был известен не только как основатель итальянской коммунистической партии, которая была, кстати, в то время очень популярна в Италии, но и как человек, который насаждал идею коммунизма по всей Европе. Представительство их партии присутствовало в Германии, Швейцарии, во Франции. И вот он так путешествовал и старался продвигать эту идею, и к нему советская власть была очень-очень лояльна. Таким образом отдали ему дань. Он, кстати, умер в 64-м году в Советском Союзе, в Крыму. То есть он очень много времени проводил в Советском Союзе. Это и случилось, город переименовали. Но многие, наверное, задумывались, что Тольятти – это итальянский человек, и здесь вот итальянский завод был построен. Но эти два события никак не связаны, это уже случилось позже. Поэтому это просто такое совпадение, интересное историческое совпадение. В 66-м году подписали договор о том, что здесь будет строиться вот этот вот завод, который полностью изменил регион, стал городообразующим предприятием. Именно поэтому, благодаря АвтоВАЗу, мы знаем Тольятти, для любого из нас именно с этим ассоциируется этот город. Мне всегда вот в голову приходила идея, по какой причине было решено именно взять какой-то иностранный завод, иностранного партнера и построить новый завод. Не проще ли было, например, расширить мощность того же москвича, который был уже и производил машины? На самом деле это было просто технически невозможно. Производственные ограничения по площадям, технологический уровень. Был необходимый вот некий прорыв, потому что требовалось колоссальное количество машин. Люди нуждались в личном транспорте, и бесспорно, самым-самым простым путем было не разрабатывать свою машину, а найти зарубежного партнера, который сможет в этом помочь. И были самые разные марки. Самым основным конкурентом для Fiat, так называют эту марку люди в Тольятти осведомленные, была Renault 16. И даже я читал, что самому прежнему больше понравилась эта машина. Политика здесь играла большую роль, и факт того, что в Италии была такая вот развитая коммунистическая партия, и контакты с этой страной были гораздо больше налажены на тот момент, и сыграла, наверное, свою роль. Как я уже говорил, в 66-м году Советский Союз подписывает договор с Джанни Аньели, и они приступают в 67-м к строительству завода. Кстати, это была первая сделка, которую Джанни Аньели заключил на посту президента Fiat. И она, конечно же, была для них очень выгодной. В процессе всего этого возникало очень много интересных таких событий. Про все я, конечно, вам не расскажу, но мне понравилась одна такая деталь. Частично строительство завода финансировалось на заемные деньги. Fiat предложил процентную ставку в размере 7% годовых, тогда как наше советское правительство требовало 5%, но они не хотели двигаться. И для того, чтобы продавить эту ситуацию, они через свою агентуру в Италии пустили слух о том, что мы, то есть Советский Союз, уже близок к заключению сделки с Рено, и поэтому, вероятнее всего, сделка сорвется. И вот как раз из-за того, что итальянцы несговорчивые, это и есть причина, почему они хотят отказаться. Итальянцы испугались и приняли советское, так сказать, советское главное условие, и она составила, процентная ставка, 5,6%. Таким образом, Советский Союз немножечко сумел получить более выгодные условия. В 64-м году население Тольятти составляло 125 тысяч человек. В 70-м на момент запуска завода уже 250 тысяч. И в 75-м – 500 тысяч. Мог ли предположить простой сельский житель, что в его регионе произойдут вот такие вот перемены, тогда как центр, историческая часть его города, покоилась на дне реки Волга? Друзья, мы перенеслись на другой берег реки Волга. Вот относительно того, где мы стояли в прошлый раз с нашей копейкой, это вот задний план, там было видно такую горную цепочку лесистую. Это и есть то место, где мы сейчас находимся, на Жигулевских горах. Это историческое место, очень известное. И с одной стороны, наверное, это было бы просто очевидно, что Тольятти находится рядом с Жигулевскими горами, и именно поэтому выбрано это название. С одной стороны, действительно так, и много разных вещей названо в этом регионе в честь этих гор. А с другой, официальной версией является то, что это название было выдвинуто в прессу, и люди голосовали, присылали телеграммы, и самым большим количеством голосов победило название «Жигули». Это является официальной версией. А неофициальной является то, что на самом деле название выбрали на внутреннем каком-то двухэтапном голосовании заводском, которое было объявлено. И некто Чернов и предложил один из вариантов вот «Жигули». И оно и победило. Вот так оно и выиграло. Я не знаю, какое из них правильное, но в любом случае мы находимся именно в том месте, благодаря которому для нас «Жигули» в первую очередь для всех ассоциируется именно с автовазом, с этими автомобилями. Друзья, мы находимся около главного здания автоваза. Перед нами простирается главный проспект, вдоль которого и находится наш герой-завод автоваз. Надо сказать, что к моменту начала стройки сюда стягивалось огромное количество рабочих, которые занимались стройкой, ударными темпами строили сам завод. Но также должны были готовиться специальные квалифицированные кадры, инженеры. И их отправляли в Италию для обучения. Кроме того, много людей, то есть был именно такой, знаете, контингент собирался, который с России, с разных вузов, с образованием, люди техническим, приезжали, их отбирали, и они тоже попадали на автоваз. То есть это было такое время, когда люди верили, что они смогут создавать вот этот качественный продукт для Советского Союза, новые машины. И это действительно будоражило умы людей, которые сюда попадали. Они переезжали, им выдавали здесь квартиры, и они здесь жили много лет. Итальянцы присылали своих инженеров. По контракту до 1973 года на заводе присутствовало большое количество итальянцев, которые следили за всем производством, за тем, как монтируется оборудование и так далее. Полторы тысячи человек из Италии работало на заводе вот в этот период. Как раз мы возвращаемся к тому самому капеллану Андриоли. Этот человек был направлен в Советский Союз итальянским правительством для того, чтобы он поддержал своих итальянцев вот в это непростое время, потому что приехать в Россию, в Советский Союз, это знаете, это сейчас мы все понимаем и знаем, где, что и как. А тогда это было вот что-то вот за ширмой. Люди не понимали, куда они приезжают, что их тут ждет. И им, вот этим вот прекрасным итальянцам из солнечной Италии, хотелось поддержки в виде вот этого капеллана, который ходил и их подбадривал, чтобы они несколько лет своей жизни провели в Советском Союзе. И, кстати, капеллан – это с одной стороны священнослужитель, а с другой стороны человек, который совмещает с собой какую-то светскую должность. И таким образом он был, ну, таким полуофициальным. Он присутствовал на многих этапах, все это фиксировал. И вот его книга, она на самом деле очень интересная. Кому интересно посмотреть взгляд человека в то время, который жил, скажем так, в цивилизованной Европе, назовем это так, и взглянул вот на это советское время, на простых советских людей, которые жили здесь. И он описывает вот эти свои ощущения, они весьма интересные. Ну, это повод для отдельного, наверное, ролика. Кстати, Дон Галаса еще вошел в историю по причине того, что дружил с Энцо Феррари и, к слову сказать, принял у него последнюю исповедь. Поэтому этот человек себя вписал в автомобильную историю Италии, и в мировую, бесспорно, и, как выяснилось, еще и Советского Союза. Важно понимать, что АвтоВАЗ – это не просто большой автомобильный завод или, как принято его называть, «автомобильный гигант». Даже это называли «стройкой века». Какие только названия этому всему не придумывали. Но это не просто так. Вы должны понимать, что для того, чтобы такое предприятие было построено, локализовано, очень многие отрасли должны были подтянуться под новые стандарты. Это то, о чем мы вот недавно говорили, про то, что вот уровень завода «Москвич» на тот момент совершенно не соответствовал, не был на этом, ну, будем считать, мировом уровне. Поэтому, когда здесь появился завод, вокруг него создалась целая индустрия. Причем это делалось на протяжении многих лет. Таким образом, были люди, которые формировали весь инженерный состав, и весь этот локомотив двигался вперед, завод строился. Но были, к сожалению, и те, которые не способствовали развитию завода. И мы переходим вот к этой печальной статье об этом вот пьянстве и воровстве. И воровство, к сожалению, процветало с самого начала. Еще на момент стройки я читал, что воровали в таких объемах, уносили все, что плохо лежало. Даже откручивали со станков лампочки, воровали стройматериалы, выносили все, что возможно. И причем вначале это были какие-то мелочи, а потом уже все вышло на какие-то промышленные объемы. Мой механик, который работает у нас на станции «Слава», он с 1977 по 1980 год работал на заводе. И он рассказывал мне, что были такие схемы, когда все между собой договаривались и умудрялись воровать целиком контейнеры. Как это получалось? Контейнеры с запчастями. Под заводом проходит сеть тоннелей, по которым как раз эти контейнеры доставляются конвейеру. И они умудрялись перемаркировывать контейнера. Пустой контейнер приезжал, как будто он полный, и, соответственно, полный уходил с завода. Эти запчасти каким-то образом реализовывались и продавались. То есть представляете этот объем? Насколько много всего выносилось? Как это предприятие могло развиваться вообще при таком? Это непонятно. Оно столько лет просуществовало. И это с одной стороны, вот это воровство. А с другой, опять же, Слава мне рассказал, что он в 1977 году, когда пришел на завод, его проводили в тот цех, он в агрегатном цеху работал, связанном со сборкой моторов и так далее. И он видит, что стоят станки, на которых эти детали как раз делаются, и над ними горят красные лампочки. И он спрашивает, почему над каждым станком горит красная лампочка? Что это значит? Весь день горит. Он говорит, это дело в том, что она загорается, когда деталь бракованная не в допуск. Говорит, а почему? Он говорит, ну, просто, говорит, станки уже износились, и, соответственно, они все не в допуск. А, говорит, как такие запчасти выходят? Ну, говорит, вот так. Сейчас денег нет менять станки на новые. Они изношены, они дорогие, поэтому, к сожалению, вот так. И, понимаете, вот эта совокупность, вот этого воровства, я не знаю, может, советской экономики, вот этого отношения. И в конечном итоге вот мы пришли к этому низкому качеству. И вот, к сожалению, печальному имиджу автоваза, которое в конечном итоге, например, в моем уже детстве было известно, то есть в конце 80-х уже про автоваз говорили, как про машины, которые, к сожалению, не соответствуют никаким стандартам качества, плохие запчасти и так далее, экономия на все. То есть с 75-го года в основном завод уже шел к оптимизации, то есть многое то, что изначально было заложено качественным, с высокими стандартами, потом скатилось в угоду экономии. Надо сказать, что это не только про то, чем был завод, это и, конечно, про людей, вот про то, что люди действительно хотели свой личный транспорт. И день настал, они могли дождаться, особенно если в очереди они были в самом начале, потому что многие люди ждали годами эти машины. И вот мы подошли к моменту, к 70-му году, когда первые автомобили начали сходить с конвейера. Если вам повезло, и вы находились в самом начале очереди, то вы, вероятнее всего, должны были получить свою долгожданную, красивую машину с итальянскими корнями, о которой вы и мечтали. Так что мечта простого советского человека о личном транспорте могла осуществиться. Где-то мир пропал, есть только купол синий и уходит в небо тропа, по которой ходят мужчины. Друзья, хотел выразить огромную благодарность ребятам, которые нас встречали. Это энтузиасты Сергей Диогрих и Сергей Чепцов из Lada History. Они нас пригласили, нам предоставили прекрасный отреставрированный автомобиль и рассказали нам очень много интересного про АвтоВАЗ. И в частности, вот этот памятник является их плодом, их работы, это чистый энтузиазм. Они потратили очень много времени, и при этом при всем это абсолютно неинтересная с финансовой точки зрения история. То есть люди делают это от души, потому что любят машины и стараются привлечь большую аудиторию к этой теме, к АвтоВАЗу, к ранним машинам, к интересным машинам. Это не просто классика и передний привод, это очень большая история, это действительно очень интересно. Мы также побывали у ребят на производстве, они нам показали, как они собирают машины. Мне очень понравилось, и особенно понравилось то, что они специализируются непосредственно вот на этих автомобилях. И знаете, мне всегда нравилось, когда есть специалисты по тем или иным маркам. Там в Германии можно найти специалисты по 126, можно по BMW E9. И они вот до мелочей очень хорошо разбираются в конкретных машинах, в конкретных моделях. И вот так же у них. И благодаря этому вы всегда можете получить вот их авторитетное мнение. И я был рад на самом деле узнать очень много нового того, что в интернете не найти. Поэтому всегда обращайтесь, подписывайтесь на их инстаграм, там много чего интересного. Я с большим уважением отношусь. И наше, кстати, знакомство началось на площадке Drive2, когда Сергей читал мой блог про восстановление интеграли. И поэтому вот энтузиасты, они друг друга притягивают и друг другу помогают. Поэтому вот на этой позитивной волне еще раз большое спасибо за встречу. Ждем вас в Москве. Ждем вас в Москве. На этом наш выпуск в Тольятти подходит к концу. В следующей серии мы расскажем вам про героиню, про единичку уже с точки зрения того, что из себя эта машина представляет. Расскажем интересные особенности ранних машин. Покатаемся, посмотрим, как она себя чувствует в плотном московском потоке. И также хочу сказать, что вы знали, что мы сами очень многое для себя открываем. И поэтому, если вдруг вы можете нам что-то дополнительное рассказать, то обязательно пишите в комментариях те вещи, которые знаете. Какие-то правки я всегда читаю и учитываю. И рад вашему мнению. Так что спасибо за ваши просмотры. И спасибо, что подписываетесь и следите, поддерживаете. До встречи в следующий раз. До встречи в Москве.